Всем привет! Продолжаем рассмотр возможности языка нового стандарта C++17. И сегодня вкратце пробежимся, как бы тема такая, в принципе, долго не разговаривать не о чем, но все равно нужно упомянуть. Автоматический вывод типов для шаблонных классов. Вот. Ну, давайте первый пример. Ранее мы, к примеру, для создания пары или вектора, если мы сразу инициализируем эти объекты, нам раньше нужно было делать следующее. Мы писали, к примеру, пара, std, pair, int, double. Мы указывали эти типы. Для вектора мы писали, что это вектор целочисленный, значение и все такое. С выходом нового стандарта C++17 это можно уже не делать. То есть, вывод будет произведен автоматически. То есть, для вот такая запись, pair, p, компилятор автоматически выведет вот следующий тип, да, это std, pair. И первое, first, у нас целочисленные значения, второе, double. Точно так же для вектора. Теперь вектор. Тут не надо в треугольных скобочках писать тип, если мы сразу же чем-то инициализируем. В данном случае тип будет выведен автоматически. Это будет вектор int и вот с таким вот значением. Вот. Либо же вот так вот авто можно использовать. И то же самое, ну, это и раньше так было. Вот. Дальше. Теперь смотрите, пример 2. Пример 2 чем интересен? Тем, что мы можем указать собственные, собственные правила для выведения. Ну, вот, к примеру. К примеру, у нас есть некий шаблонный класс, который принимает некий тип там и все такое. Вот. Вот. И вот здесь давайте я вот это закомментирую и попробуем сейчас быстренько собрать и посмотреть. Все отлично. Вот. Все у нас хорошо. В данном случае типы будут выведены следующие, да. Вот здесь это целочисленное, здесь float, здесь double, ну, и так далее. Вот. Но мы можем указать собственные правила выведения. Ну, к примеру, давайте вот я раскомментировал и посмотрим, что в этом случае будет. В этом случае будет проблемка. Потому что, как бы, по факту это является строка в сишном стиле. То есть, а строка в сишном стиле это обычный массив из чаров. Соответственно, вот здесь происходит проблема. Невозможно использовать как инициализатор. То есть, грубо говоря, сюда приходит указатель. Короче, проблемки. Вот. Но мы эту проблемку можем решить как? Мы можем указать собственные правила для выведения типа. Это мы пишем, что если будет встречена вот такая вот конструкция. То есть, s. Это в данном случае конструктор. И если будет вот такой вот тип, то есть, указатель, ну, можно вот так вот, без разницы. Вот. На чар, то есть, это сишная строка, то использовать правила выведения, воспринимать, что это как строка, стельная строка, std string. И теперь наше hello будет приведено к типу string, std string. И все отлично. Также можно поиграться и сделать. Ну, давайте попробуем собрать. Собирается у нас все отлично. Дальше. Смотрите. Это я тоже так оставил. Если где-то будет встречено вещественное значение, то мы его переводим в, то есть, выводим из float, делаем int. Ну, давайте запустим. Сейчас убедимся, что все у нас хорошо. Так, давайте. s, i, f, d. Теперь смотрим. i. i выведен, был тип интежер. Все верно. s. s был выведен тип std string. Все верно, потому что мы создали свои правила выведения. Дальше. f, float, d, double. А теперь смотрите вот такой вот фокус. Я говорю, что если будет конструктор, встречен конструктор с флотом, с вещественным числом, то выводить его как интежер. То есть, я указал свои правила выведения типа. Так, и теперь давайте пробежимся опять и смотрим, что у нас. Вот здесь f, был float, стал int. Соответственно, можно еще для double добавить. Ну, и т.д., и т.п. Вот. То есть, есть возможность указать компилятору, какой тип выводить. Собственно, ручно. Вот, чтобы была гарантия. Дальше. Пример c. Чем примечателен пример c? Тем, что, возможно, такая ситуация, когда у нас есть вот некий тоже шаблонный класс. Ну, в данном случае присутствует конструктор. Вот, присутствует конструктор. И, соответственно, вот есть first и second элемент. То есть, это классическая, как бы, такой заготовок для stdpr. Да, там пар. Вот. И все у нас отлично. В этом случае у нас вывод типа происходит. То есть, компилятор вывести может. Может на основании того, что есть конструктор. Но, если конструктора нет, что делать? А нам нужно шаблонный вот такой класс или структура, которая не без конструктора, но есть вот какие-то переменные неизвестных типов. Что в этом случае делать? В этом случае можно сделать следующее. Можно указать правило выведения типа. То есть, вот в таком, вот так вот мы указываем. И тогда все у нас корректно отработает. Когда нет конструктора, но мы указываем, как выводить этот тип. То есть, мы как бы указываем, вот конструктор. Если будет встречена такая запись, а это будет преобразовано, ну, как бы, будет поиск кандидатов наиболее подходящих. В данном случае, вот этот кандидат есть. Мы его указали, собственно, ручно написали. Что вот такой конструктор. Вот принимаются туда два типа каких-то, неких. И как выводить. То есть, создавать шаблонный класс вот с такими-то типами. Ну, короче. В результате все у нас отлично получается. И мы можем вывести. И мы можем писать такой код. И у нас ошибки компиляции нет. И все отлично. Вот. То есть, это пример хорош, когда у нас нет конструкторов. Вот. Ну, 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 ну. И дальше вот здесь аналогично. Вот я оставил еще вот такие записи. Вот. Соответственно, больше как бы здесь говорить ни о чем. Соответственно, очень удобная вещь. Сокращает написание кода. Понимание кода. Потому что, чтобы не было вот таких вот длинных записей. Иногда, пока ты это напишешь. Или это засоряет код. Либо еще что-нибудь. Но. Возможность очень удобная. Поэтому, в принципе, все. Говорить больше ни о чем. Если есть о чем говорить. То это на конкретно каких-то примерах. Которые, возможно, появятся на этом канале. Поэтому, всем спасибо за внимание. Подписываемся. Делимся. Комментируем. И все такое. Всем пока.